Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем наш второй урок. Я хотела бы ему его посвятить истории возникновения бального танца в России. Но прежде чем начать свой рассказ о истории бального танца в России, мне бы хотелось ввести экскурс, что такое танец. Итак, шаг – начальный элемент танца. Это естественный способ передвижения. Из обычной ходьбы развился танец, согласованный с общими законами искусства и со своими правилами. Но танец, может быть, рассматриваем как искусство только тогда, когда в него вложена душа. Танец есть как последовательная цепь движения, согласованных с настроением человека и подчиненных музыкальному ритму. Танец был выражением внутренних чувств, разговором, где посредством постскачков выражалась радость, злость, нежность чувств. Танец служил развитию общения между людьми. С развитием человечества развивался и танец, приобретая разные формы. Хореография – самобытный вид творчества, деятельности народа, подчиненный закономерностям развития культуры общества. В результате развития хореографии определялся ряд разнообразных разновидностей танцевального искусства, каждый из которых несет определенную функцию в обществе. Таким образом, можно говорить о сценической и бытовой хореографии. Бальный танец – одна из бытовых форм хореографии. Слово «бал» берет истоки во французском языке, но в свою очередь уходит к латинскому слову «бала», что в переводе означает «танцевать». Бальный танец – многогранный вид искусства, исключительно органично сочетающий в себе высокую динамику исполнения, красоту линий и позиций, мягкость пластики движений танцоров. Бальный танец, как историческое явление, уходит своими корнями в бытовые формы народного танца. На определенном этапе расслоения общества на классы появились салонные или бальные танцы. В основу их легли бытовые народные танцы, которые видоизменялись под влиянием норм этикета и уклада привилегированных слоев общества. Первые танцевальные каноны и светские танцы возникли в XII веке, в эпоху средневекового ренессанса, рассвет замковой рыцарской культуры. В это время устраиваются танцы-променады, танцы-шествия, которые включались в полуцерковные, полусветские процессии и были достаточно сложны по постановочному замыслу. В XIII-XIV веках во время многочисленных театрализованных праздников выкристаллизовывались выразительные средства будущих балетов и бальных танцев. Бальный танец возник в XIV веке в Италии в силу благоприятных условий. Здесь происходит теоретическая разработка правил бального танца. Затем бальный танец распространился во Франции и в XVI-XVII веках Франция становится законодательной цель бального танца. Большую роль в развитии бальной хореографии того времени сыграл танец бранной, который возник во Франции. Танцы с покачиваниями и притопами назывались простыми бранлями, танцы с подскоками, прыжками, веселыми, а танцы, изображающие трудовые процессы, подражательные. Бран для бочаров, башмачников, конюхов и прочее. Знатные вельможи водили своеобразные хороводы, где требовалась важная поступь, величественная осанка, умение исполнять приветствие, многочисленные поклоны и реверансы. Среди этого огромной популярностью пользовалась Паванна, которую исполняли с канделябрами или факелами в руках. Этим танцем открывались балы. Паванна часто становилась центром во время свадебной церемонии. До XVI века бальные танцы исполнялись под музыкальное сопровождение небольшого оркестра. Четыре корнета, тромбон, две-три виолы. С течением времени усложнялась как танцевальная лексика, так и танцевальная фигура, поза и композиция, что, соответственно, требовало все более и более длительного обучения этому умению танцевать. В России первыми общественными танцами явились хороводы. В 1718 году указом Петра I об ассамблеях было положено начало организации публичных балов в России. Было даже создано специальное руководство юности честной зерцала или показания к житийскому обхождению, в котором говорилось об этикеде на ассамблеях и бытовой жизни. Русские быстро обучались бальным танцам, имели грацию и светское обхождение, чему очень удивлялись иностранцы. Петровские балы всегда открывались полонезом, за которым следовал минуэт, контрданс и другие модные в те времена танцы. Открытие европейских бальных танцев в России произошло лишь в начале 17 века. Русский бал отличался от западноевропейских, но никак не забывали и о своих традициях. Посещение ассамблей было обязательным для представителей разных социальных слоев. С быстрым их усвоением и своеобразным исполнением начала формироваться и развиваться русская школа. По велению Петра I вся знать была обязана обучаться танцам. Петр I ввел преподавание бальных танцев как обязательный предмет в казенных учебных заведениях, тем самым подчеркнув государственное значение подобного начинания. Танцмейстер, который именовался в те годы учителем танцев учтивости и комплимента, должен был также воспитывать своих учеников, внушать им правила европейского светского обращения политеса. После смерти Петра ассамблеи превратились в балы для знатных дворян. Туда уже не приглашали корабельных мастеров, купцов и незнатных дворян. При императрице Елизавете Петровне бальная культура динамично развивалась, но не слепо копируя западную модель, а постепенно наполняясь специфическими русскими чертами. Балы в эпоху Екатерины Великой отличались таким богатством, роскошью, великолепием, что поражали воображение многих современников. Подчинение жесткому цеременеалу, демонстрации себя и своих нарядов, навыках светского этикета и танцевального искусства превращали бал для участников в некий экзамен на сословную принадлежность. Балетмейстера обучали детей аристократических и дворянских семей и придворному этикету. Сколько шагов необходимо сделать, чтобы должным образом подойти к императору, как держать голову, глаза, руки. И уже в конце 18 века танец наряду с иностранными языками и математикой был признан одним из важнейших элементов образования дворянина. Император Павел I, несмотря на свои причуды и объявленную войну вальсом, круглым шляпам, всему французскому, что было принято при дворе его матери, к балам относился снисходительно. Более того, запрет на вальс в итоге отменил ради своей фаворитки Анны Лопухиной, которая очень любила этот танец. Балы в России стали существенным элементом светской жизни не только аристократического общества, но и чиновничества. Рост их популярности в конце 18 века достиг апогея. Балы с двумя-тремя тысячами гостей были нередки столицей империи. Вошествие на престол императора Александра I ознаменовалось серией балов в обеих столицах. Общество радовалось возвращению к открытой и веселой жизни. В 19 веке бал стал обязательным атрибутом столичной светской жизни. Подтягивалась и провинция, устраивая балы на петербургский манер. Менялась в целом идеология бала как светского действия. Бал становится не только с реминиалом мероприятием, но и местом флиртов и развлечений. В начале 19 века произошло значительное расширение. Танцевали катильон, французскую кадриль, полонез, мазурку, вальс. А также часто проводились и такие танцы, как русская пляска, подоказак, краковяк, венгерка. В 19 веке бальными танцами занимается значительное место в воспитательных программах. Наверное, ни один российский император не оставил такой большой след в бальной культуре, как Николай I. Все 30 лет его царствию сопровождали бесконечные балы. Для Николая I проведение балов было таким же регулярным и естественным ритуалом, как прием министров и службы в церкви. Балы давали круглый год, кроме периода православных постов. Бал всегда открывал полонезом сам Николай I. С дамой за ним следовала императрица Александра Федоровна с кавалером. Подготовка к первому выезду начиналась с детства. Малолетние дворяне осваивали хитрости танцевального искусства под чутким руководством учителей танцев. Обучение танца начиналось с 5-6 лет, а в 18 лет обычно были знакомы уже с наиболее популярными танцами. В 19-20 веке преподаванием занимались в основном танцовщики и преподаватели императорского балета. Одним из лучших учителей танца начала 19 века считался Петр Йогель. Проводились детские балы, где отшлифовывалась техника танцев. В 19 веке можно назвать периодом зарождения методики обучения бальному танцу, способствующему гармоничному развитию тела и духа. Император Александр II также любил балы и давал их с той же регулярностью, как его отец. Александр III, не успев открыть бал, мечтал о его окончании, а императрица Мария Федоровна могла танцевать хоть до утра. В конце 19-го, начало 20-го веков балы перестали быть принадлежностью только дворянского образа жизни, проникнув во все слои городского населения. На смену придворным балам приходят публичные балы, танцевальные вечера. Широкое распространение получают танцклассы, танцевальные залы, в которых танцмейстеры не только обучали основам бальных танцев, но и устраивали собственные публичные вечера. В царствовании императора Николая II последний придворный бал состоялся 19 января 1904 года, а через несколько дней началась русско-японская война. Балы в историческом понимании этого слова в советский период не проводились, поскольку они считались пережитком царского прошлого. Однако бальный танец продолжал существовать. Проводились танцевальные вечера, выпускные, новогодние балы. В начале 1930-х годов в Москве были открыты курсы, выпускавшие учителей современных бальных, то есть европейских, и западных, то есть латиноамериканских танцев. За два года ежедневных занятий учащиеся получали весьма основательную подготовку и становились хорошими специалистами. Первые курсы открылись в метрополе. В 1935 году также курсы открылись в парке имени Горького. Ими руководил декан Гитиса Шатин. Многие молодые педагоги стали учителями танцев. В 1957 году был проведен конкурс в рамках Всемирного фестиваля молодежи студентов в колонном зале Дома Союза, который дал начало развитию бальных танцев в СССР. Все на нем было впервые. Сама организация была на высоком уровне, были зарубежные пары, интернациональный состав судейской бригады конкурса, но советские пары отелись в первом туре. Для участия в показательных поступлениях была приглашена лучшая на то время пара европейской программы, чемпионы Европы Гарри и Дориан Смит Хемпшир. Пара была приглашена на прием в Кремль, где присутствовал член политбюро, включая Никиту Сергеевича Хрущева. Для педагогов и танцоров они прочитали лекцию по общественному и конкурсному танцу, которые были записаны и сняты на кинокамерах. В 1960 году новая эпоха развития бальных танцев. В Москве создается первый в России танцевальный клуб под руководством Александра Дегтяренко. Клуб возник в доме учителя и назывался Студия 62, а затем переименовался в Клуб Созвездия. В нем были такие ученики, как Брон Белоусов, Виктор Попов, Альфред Нина Бартель, Лариса Владимир Кузнецова и многие другие. В этом же клубе проводились семинары для учителей бальных танцев. Вокруг бальных танцев разгорелись нешуточные бои. Министерство СССР поддерживало развитие бального танца, а Министерство РСФСР считало их оплотом буржуазности. В итоге к программе бальных танцев добавила советская программа, обязательная для исполнения. Она включала танцы народов СССР, стилизованные под бальные, народные фольклорные танцы. В 1966 году клуб Химик создали Броно и Марина Белоусов в Доме учителя. В этом клубе занимались Виктор Попов, Станислав Попов, Елена Александровича Коткина, Владимир Стеклянников, Аркадий Белгородский и многие другие. В 1960-е годы клубы бальных танцев начали создаваться и в других городах страны. Подлинным центром развития бальных танцев в те годы стала Прибалтика. В конце 60-х годов самым значимым турниром становится международный турнир «Янтарная пара», проводимый в Каунасе, в Литве, великолепной парой Числавовасом и Юраите Норвейшем. На янтарную пару стремились попасть всем. Общественный интерес к бальным танцам был настолько высок, что на телевидении появились посвященные танцу передачи «Танцуйте с нами» или «Танцевальный зал». В 1970-е годы стали для бальных танцев временем, которое можно определить как борьба за выживание. По всей стране шел рост клубов бальных танцев. Они появлялись теперь уже не только в Прибалтике, которая продолжала демонстрировать высокий уровень танцеваний. Именно в этот период проходили конкурсы, подготовившие события, которые изменили статус бальных танцев в нашей стране. В 1972 году в Академгородке проходит конкурс «Золотая долина» победителей Людмилы и Станислава Попова. В этом же году в Ледовом дворце спорта ЦСКА проходит первый всесоюзный конкурс бальных танцев, учредитель для которого становится Министерство культуры СССР с включением танцев в международные программы. Противоречивые 1970-е годы знаменуют собой подъем Московской школы танцевания. По существующей в то время классификации в Москве появились пары международного класса, и первыми стали Бруной Марина Белоусов, Александр Елена Чекоткина, также Станислав и Людмила Попова. В 1971 году Станислав и Людмила Попова организовали танцевальную студию при Доме культуры имени Горького, давшую целую плеяду прекрасных танцоров. Московская школа закрепляет за собой лидирующие в стране позиции, который сохраняется и до сих пор. В 1975 году отмечен еще одним знаменательным событием танцевальной жизни – началом проведения официальных чемпионатов в социалистических странах. Наконец-то советские танцоры получили возможность не от случая к случаю, а систематически встречаться на паркете с зарубежными парами. В 1979 году в Москве впервые Советский Союз принимает чемпионат социалистических стран. Впервые в программу были включены танцы «Полька» и «Рилио». Советские танцоры показали прекрасные результаты. В латиноамериканской программе Станислав и Людмила Попова выигрывают этот чемпионат, а также выиграли они еще и программу «Десяти танцев». Конкурс проходил в переполненном УСФЗ «Дружба». В 1970-е годы отмечены очень важным фактом в истории бальных танцев. В нашей стране сморевровалась система управления бальными танцами. Профессиональных и любительских организаций еще не было. В 1970-е годы Министерством культуры РСФСР проводились смотры конкурса танцевальных площадок. На них определялись лауреаты и дипломанты по нескольким позициям. Ансамбли бального танца, оркестры, сопровождающие танцевальные вечера, распорядители танцевальных вечеров, танцевальные площадки. В 1980-е годы новый этап. Советские пары стали регулярно принимать участие в международных турнирах в социалистических странах. В конце 1980-х годов, начало 1990-х годов лучшей пары страны начинают регулярно представлять СССР на официальных, любительских и профессиональных турнирах. В 1980-81 годах прошли командные встречи танцоров СССР с танцорами Финляндии и Австрии, организованные Числавом и Юрайте Норвышеми и Станиславом и Людмилом Поповым. А в 1988 году командные встречи СССР, Канада, США. В 1980-е годы продолжится процесс формирования организационной структуры бальных танцев, которые существуют в России и по сей день. В 1980-е годы в стране создается профессиональная любительская организация, что позволило СССР выйти на международный уровень и влиться в существующую в то время международную структуру международных организаций. В 1988 году учреждается Ассоциация профессиональных исполнителей и учителей бального танца и Ассоциация бального танца. 4 октября 1988 года проводится первый всесоюзный конкурс организатора Станислав Попов. Впервые на конкурсе такого уровня была исключена советская программа. Декабрь 1988 года на малой спортивной арене Ложников проводится московский международный конкурс профессионалов с участием ведущих танцевальных дуэтов мира. На нем медленным пальцем завершает свою танцевальную карьеру организатор турнира Станислав и Людмила Попова. Второй московский международный турнир прошел в Москве в 1990 году. В 1990-е годы эти организации были преобразованы, соответственно, в Русский танцевальный союз, или сейчас он называется Российский танцевальный союз, и Федерацию танцевального спорта России. Начиная с этого момента, тацоры и педагоги разделились в нашей стране на профессионалов и любителей. Последние десятилетия 20 века, начальные годы третьего тысячелетия, ознаменованы активным включением России в международное танцевальное сообщество. Во второй половине 1990-х годов российские танцоры и профессионалы, и любители начинают завоевывать ведущие позиции на крупнейших международных турнирах. В любительском танцевании бурно развивается детское и юниорское, что составляет одно из отличий танцевального спорта или культуры России от других стран. В нашей стране формируется соответствующая этому система турниров, охватывающая уровень, начиная с клубного и заканчивая всероссийским. Начало 21 века ознаменовалось для российских профессионалов дальнейшим укреплением своих позиций в мировом танце. Впервые Россия стала организатором проведения чемпионатов Европы по европейским танцам или стандартам, его еще называют, в 2001 году в Москве, чемпионатом Европы по латиноамериканским танцам в 2002 году в Санкт-Петербурге и чемпионатом мира по латиноамериканскому секве в 2003 году в Москве. В 1995 году был проведен первый кубок мира в Кремле, организатор Станислав Попов. В 2003 году президент Российского танцевального союза Станислав Попов был избран вице-президентом Всемирного танцевального совета. В этом же в 2003 году проходит первый венский бал в Москве под патронатом мэрии Москвы Торгово-промышленной палаты Австрии и посольства Австрии в России. Бал прошел в зале гостиного двора на Ильинке. Главным знаменитым элементом интерьера стали тысячи букетов из живых роз. Это событие проходит и по сей день. В апреле 2019 года Печерников Андрей Александрович вместе со Станиславом Григорьевичем Поповым учреждает и регистрирует в Министерстве юстиции Евроазиатский танцевальный совет. И к августу 2019 года членами Евроазиатского танцевального совета становятся более 30 стран. В сентябре 2019 года Печерников Андрей Александрович становится президентом новой организации Открытой Федерации спортивного танца, которая была зарегистрирована 16 октября в Министерстве юстиции.